А нужно к родителям прийти и спросить, папа и мама, объясните мне, пожалуйста, и если мы вот сейчас окинем взором нашу страну несчастную, то я думаю, что, к сожалению, далеко не во всех семьях существуют подобные отношения. И существуют вот такие мудрые родители, которые могли бы, коль уж это произошло, они не воспитали своих детей таким образом, что у детей появился иммунитет ко всему тому, что вы называете фейками. Значит, родители должны осознать какие-то свои очень серьезные грехи и ущербность своего воспитания и сделать все, чтобы быть достойными своих детей в том смысле, что они должны им объяснить то, что не смогли объяснить за все то время, пока они их воспитывали или не воспитывали. В этот момент занимаясь, не знаю, своим благосостоянием, своими скандалами с детьми, другими там, не знаю, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то и так далее. Вот я полагаю, что если в семье этого не происходит, то вот так на уровне, допустим, отношения через скайп, либо еще как-то в каких-то социальных сетях друг с другом, к сожалению, это только будет множить проблемы и, к сожалению, может быть даже и катастрофы. Я бы предложил людям, которые ищут себя и не могут найти и каким-то образом попадают под влияние всего этого, очень просто. Они же все имеют отношение к компьютеру, у них есть возможность выйти в интернет. Пусть они наберут Нагорная проповедь, там все написано, и она очень коротенькая.